всем привет дорогие друзья и с вами как всегда дэн хай и сегодня мы будем с вами рыбачить на реке ли сегодня порыбачим что да как расскажу вам конечно это очень затратно 10 золота но посмотрим что будет рыбачиться будет ли ловиться на спиннинг будет ли на попок ловится можно ли там фармить как-то и тому подобно данная локация открывается у нас 46 разряда то есть последнего разряда насыщенность рыбы 95 процентов то есть огромная насыщенность рыбы погоды 17 ердусов загрязненность 12 процентов ну и нажмем подробно что там вообще ловится но виды рыб китайский окунь сазан белый карп сианский карп форель ручьевая сон толстолобик пестрый толстолобик персидский осетр амур белый амур черный китайский веслонос змей голов японский ручь ручной угорь желтощек нельма живоглот и кошмар ну по мусору там ну есть ценные предметы но насколько они цены я точно не знаю ну и в итоге ребятки будем приступать с вами данная локация дорогая ну 10 золота из того что тут все-таки два вида монстров клюют это живоглот и кошмар поэтому она и дорогая все локации практически там есть по 1 или 2 локации за серебро и там есть монстр а так в основном где есть монстр эти все локации за золото самые дорогие это по моему по 10 золота локации то есть дороже 10 золота локации нету 10 золота это как 10 тысяч серебра то есть это вполне себе много такс ну я вообще хочу половить в данной локации персидского осетра так как по моему он нигде больше не обитает я именно хочу вот именно там сейчас попробовать поймать на что он у нас ловит я принципе уже знаю он может попадаться на воблера но это редкостно а а так вообще на удочку средний живет давайте кстати его купим немного не мало но чуть-чуть купим вот он виды рыбы и он у нас здесь находится вот он персидский осета то есть мы его именно попробуем половить так ну что ж ребятки 10 золота тратим переходим все ради вас чисто попробовать половить сейчас попробуем наверное половить на поплавок то есть на среднего живца а дальше уже посмотрим что будет так вот средний живец выбрать естественно поплавочек под средний живец чё эти не подходят под живца нужно большие на всего понял так выберем вот этот вот поплавочек можно конечно мега был выбрать но выберем это так с по крючку посмотрим что да как папа по крючку так наверное возьмем с вами 5 и 1 крючок то есть вот этот я думаю должен будет нормально нам пойти берем сразу же более хорошие снасти давайте вот это возьмем крючок у нас около этого так что возьмем вот эту вот утечку катушечку а катушечку придется брать самую лучшую потому что у нас нету той катушки как бы нужна ну и лесочку возьмем дэрк лар м то есть можно вообще было самую лучше оставить но поменяем ничего страшного в этом не будет такс ну и куда швырять сейчас посмотрим пёс трясёт работа у нас пёс трясёт попробуем именно вот на 8 метров кину там один стрыб наверняка будет какой-то прилов но все-таки попробовать его поймать стоит мы в принципе ради этого и пришли сюда даже если какой-то будет прилов это ничего страшного мы именно даже не за персидским осётром сюда пришли а больше пришли за узнать о том какая здесь рыба клюет есть 1 поклёвочка возможно даже сделаем две части потому что в одной части будет очень большая часть это вот он сразу персидские осетры ребятки за ним как пришел сюда и вполне себе я удивлен быстро поймал его так забираем его ну в итоге не смогу наверное записать именно вот в одном видосике вам будет 20 минут это таки большой будет видосик но мы сделаем так то что у нас будет целых две части то сейчас поймаем сколько-то 10 рыбок и уже следующей части еще будем 10 рыбок ловить потому что большой видосик будет а это очень плохо лучше пусть две части будет интереснее всем будет так с удочку на сказать напрягается кстати вы могли заметить пом 30 килограммов был персидский осётр 31 и весь и звезда у него всего лишь одна была то есть вполне вероятно тут надо удочки ставить около 100 килограммов потому что он наверно большой растет не забыл просто смотреть сколько там вес у него какие показатели ну что может быть посмотрим да повторно он же попадается на две звезды 60 килограммов то есть он у нас растет 163 килограмма так забираем его и берем тогда самую наилучшую катушечку и катушечку хотел сказать самую наилучшую лесочку берем и удочку и естественно же крючок тоже самое наверное наилучший 12 так до самое наилучший берем и забрасываем опять туда же первая часть у нас наверное будет этого выпуска заключаться именно в поплавке сейчас еще поймаем одну может быть рыбку и возьмем какую-то другую наживку а так будет у нас первая часть в поплавке заключаться а вторая часть будет заключаться в блеснение то есть в воблерах каких-то будем пытаться какую-то хищную рыбу поймать и возможно что-то поймаем то что такое-то ну в принципе вообще доволен тем то что я перешел на эту локацию и поймал сразу же нашего персидского осета он прямо меня тут ждал ждал меня поджидал на вот я пришел его и выловил то есть я доволен именно тем то что он по моему на одной локации все очень обитает и я его смог поймать то есть видите даже прилов есть даже есть прилов ребятки желтощок у нас теле попался есть какой-то прилов то есть две штуки их подряд попалась и теперь может больше не попадаться могут другие рыбы приловом возможно это будет у нас первая часть реки ли следующая часть тоже будет река ли и уже через вот эту часть еще одну часть выпущу видосик про толстолобика не сказали посоветовать или просто ну снять видосик как пойма толстолобика для меня эта идея принципе нормальная и вот потом сниму ее когда точно не могу ничего сказать потому что сейчас пока эта часть выйдет через пару дней еще одна часть выйдет и из дайна выйдет тут видосик ну мне кажется он наверное не раньше пятницы выйдет а если не в пятницу выйдет то выходные вряд ли вообще выйдет ну попробуй постараюсь пятницу его именно снять и если получится ну точно не в четверг он выйдет а вот в пятницу возможно в пятницу он выйдет про толстолобика если же не выйдет выходные не выйдет стопроцентно тогда уже будет в понедельник или последующие дни потому что сейчас первую часть выложу а вторую часть уже выложу наверное в четверг пёстрый персидский пёстрый хотел сказать персидский осетр у нас попадается 4 звезды 137 килограммов ну то есть мы пока не поймали еще трофея он есть трофей он есть трофей но мы его пока еще не поймали хотелось бы конечно же поймать но вряд ли у нас это получится потому что нам нужно какую-то другую сейчас наживочку взять все таки мы пришли на обозрение данной локации и на одну наживку ловить как-то ну неестественно кстати попадается у нас мусор на ребятки и принципе денежный амулет ребятки 400 серебра то есть это даже не ценный предмет и 400 серебра так дальше возьмем наверное какую-то более другую наживку кусок рыбы чем-нибудь вообще принесет давать попробуем на кусок рыбы так нам нужно поплоу поменять давайте вот это поставим чтобы он не заморачиваться светящийся 1 2 рыбешки поймаем и принципе первую часть будем с вами заканчивать в последнее время у меня золото не прибавляется никак потому что я не рыбачу не задание не прохожу ничего не делаю по сути золото у меня последние дни не прибавляется и это немного плоховато амур черный 24 килограмма неплохо неплохо надеюсь что это сейчас другое со второго заброса к люди конечно амур черный тоже это крутая рыба но я ее уже ловил я не помню что было написано новая не новая рыба но на другом аккаунте сто процентов я ее ловил или его как сказать амур черный то он же но ее как рыбу можно так сказать ну это не суть ваша такси попадать у нас повторно уже мусор ребятки второй раз мусор попадается принципе мусора здесь уже как я понимаю много опять денежная муле 400 серебра неплохо ребятки он стоит как рыба принципе в среднем даже лучше стоит потому что вот амур черная вытащим 250 серебра стоит а денежная молит 400 опять у нас мусор попадается уже третий мусор ребятки третий мусор ну это уже банка консервная жалая банка так что это хреново так с ребятки ну и что сейчас последнюю рыбку ловим идем продаем рыбу и уже подводим итоги первой части амур черный опять попадается этот уже прям дешевый дешевый ну и принципе ребятки подводим итоги ну что ж ребятки будем подводить итоги принципе мы сегодня немного рыбы поймали но какую-то все-таки рыбу смогли поймать еще две других было рыбы но в итоге полторы тысячи приблизительно рыбы у нас присутствует поймали два денежных амулета рожавую банку ну и ты 400 серебра мы поймали продавать мы их не будем но все же чем мы можем сделать по выводу по выводу мы можем сделать то что мусор принципе попадаются довольно таки часто и рыба тоже попадается часто приблизительно стоимость рыбы вот сколько я ловил полторы тысячи рыба стоит и где-то приблизительно пол суммы нам еще дает мусор то есть мусор половину суммы такой же как рыба окупает принципе мусора там много что мы можем сделать по выводу по выводу можем сделать то то что туда если идти то нужно ловить как-то пытаться монстров то есть во второй части возможно мы сможем поймать монстры как-то немножко купимся потому что в первой части мы никаким образом не смогли окупиться будет ли вторая часть я точно и в этом не могу сказать но будем надеяться то что она будет ну и в этом духе потому что на поплог там никаким образом не окупится нужно ловить типа на воблеры и каких-то монстров потому что 10 золота это довольно таки много. Мы сейчас с вами заработали 2000. Ну, мы могли еще ловить и ловить, потому что садок неполный. Но все-таки 2000 заработали, 10000 потратили. Кругленькая сумма получается. Ну, не советую туда идти как-то на поплавок ловить. Либо очень долго нужно сидеть, либо не советую просто-напросто ловить. Проще ловить, наверное, на спиннинг. Ну, может быть, мы во второй части об этом узнаем, если она, конечно же, будет. Всем пока-пока. С вами был Дэн Хай. Не забывайте подписываться на канал. Субтитры сделал DimaTorzok